Девушки отдыхают Мы с Эйджием нашли старую школу-интернат, где всем управляли дети. Главным там был парень по имени Марлон. До выстрела Эйджи. Я сказала Эйджи, что он имел все основания убить его. Остальные дети не согласились. Они решили нас выгнать. Я думала, мы не вернемся, а потом... На нас с Эйджием напал Абель, один из рейдеров, которым Марлон отдал близняшек. С ним было так, кого, как я думала, я больше не увижу. Лили. Еще немного, и нас бы съели ходячие, как вдруг... Один из них со мной заговорил. Он представился Джеймсом, бывшим шепчущим сиям, который не хотел убивать ходячих. Он помог мне позаботиться об Эйджи, но без настоящих лекарств ему было не оправиться. Эйджи выглядело довольно жалко, но дети одни отвернулись от него и пустили нас обратно. Когда я предложила им план спасения школы от рейдеров, они согласились оставить нас, по крайней мере, до сражения. Я решила помочь Вайлетт с колокольней. Мы вместе смотрели на звезды. Вайлетт – замечательная подруга. Это редкость. И вот пришли рейдеры, они было мреборота, но дети продолжали прятаться согласно нашему плану. Пока Тен не выбежал из укрытия, надеясь узнать что-нибудь о своих пропавших сестрах, взорвалась бомба, и в попытке спасти Тен, Митч бросился на Лили и получил ножом по горлу. У меня была секунда на размышления, я выстрелила и спасла Вайлетт. Они забрали троих наших друзей, и мы не знали, куда они отправились. Но у нас был кое-кто, кто знал. Бедный, бедный Абель. Мне кажется, ты встрял, парень. Мне его жаль, если честно. Меня этим не напугаешь? Да, натворили они делов. На самом деле. С нами больше нет Митча. Митч. Мы потеряли Луиса. Мы потеряли Амара. И мы потеряли Асима. Сейчас они где-то в лагере. В чужом. Что ты мутишь? Могилу посреди двора. В начале я был маленьким, и Митч за мной присматривал. Учил не бояться. Говорят, иногда он вел себя как придурок. Но ко мне он всегда был добр. Как бобр. Да ладно, не расстраивайся. И теперь, теперь ему конец. Да, мне, конечно, жаль, но... Теперь ты повзрастреешь. Та падла горит, что вышибла ему глаз, даже не знала, как его зовут. Он бы не хотел, чтобы мы сдавались. Митч присматривал за всеми нами. Он удалил жизнь, чтобы мы могли продолжить бой. Знаю. Но от этого не легче. Он бы хотел, чтобы мы спасли друзей и вернули их домой. И он бы хотел, чтобы мы убили их похитителей. Эй, Эй-Джей ждет тебя в подвале. Мы связали Абеля. Он жив, но без сознания. Спасибо. Митча нужно похоронить. Пора. Блин, каким бы он плохим не был, на самом-то деле, жаль парня. Воу. Отойдет от него, он умер из-за тебя. Ты не виноват, успокойся. Вилли хватит. Ты ни в чем не виноват. Не могу поверить, что ты его защищаешь. Это хрень собачья. Хорош, малой. Я об этом позабочусь. Поговори с Абелем. Узнаю, зачем Лили понадобились Луис, Амара и Асим. И Клем? Не стесняйся. Ну, знаешь, слегка его калечить. Может, тебе он скажет больше, чем нам. Мне его жалко калечить, блин. Он лишился одной руки, и ему в глаз ткнули. Что еще им сделали? Ногу, по-моему, сломал. И теперь еще я отправляюсь его калечить. Блин, подвал. Мне он запомнился не очень хорошим местом. Используйте ЛС для передвижения. А то я, блин, не знаю спустя хрен знает сколько времени игры. Блин, а здесь уже светлее. Если мне дает осмотреться, значит здесь есть что-то интересное. Я так полагаю, мне нужно выбрать, чем выпытывать информацию из Абеля. Эриксон. Взять школьный флаг. Шток. Зачем он мне? Мы будем его флажком мучить? Ну ладно. Пусть будет. Школьный флажок Эриксона. Наш новый дом. Взглянуть на скотч. Это должно его удержать. А что, он не привязан? Ну пусть будет. Тоже пригодится. Наверное. Пятно крови. Броди. И это все? Что ты скажешь? Блин, а за столько времени эта кровь не закоптилась, разве? Две недели прошло с лишним. Взять планшет для рисования. Будем мучить его рисование. Ну, наверное, это ЭйДжею. Не знаю зачем. Может, говорит, он еще работает. Так. Надеюсь, тебя мы не будем пускать в ход. Погладить грозы. По-моему, она рада нам. Блин, ну и ряха. Теперь это моя собака. Блин, кайф. У меня есть огромный пес. Точнее, псюха. Или псина. Как пес женского пола. А, собака, точно. Малец. Нашел свой пистолет? Угу. Блин, ты опасен ЭйДжей. Готов? Готов. Ну. Ударить его, облить его, позволить ЭйДжею привести его в чувство, закричать на него. Ммм, давай облием. Облить. Ништяк. Какого хрена? Всегда хотел провести допрос раненого человека. Кто же так будет старика после полуденного сна? Мне снился прекрасный сон о девочке, которую я когда-то знал. Она тоже меня связывала, но не как пленника. Ну, ты понимаешь. Да не такой уж он и плохой. Без обид. Но я бы досмотрел этот сон, так что если не возражаете... ЭйДжей, твою мать, ты что творишь? Чёрт, малявка, полегче с переломами. Не нравится мне твой голос. Давай, тогда я буду... Хорошим полицейским. Сбавь обороты, ЭйДжей, нам нужно, чтобы он заговорил. Но он этого заслужил. Да, но командуй тут я. Ты никогда этого не делала, правда? Вы с чёртовым ребёнком просто импровизируете. Нет. Не надо всё усложнять, хорошо? Просто скажи, куда Лили угла моих людей. Мы уже делали допрос. Это не важно. Когда она туда доберётся, то развернётся и вернётся за мной. Так что обслужи меня на пять звёзд. Хребно сгла. Если я буду улыбаться, когда она вернётся, то возможно вам светит немного милосердия. Они тебя бросили. Думаешь, Лили за тобой вернётся? Посмотри, что от тебя осталось. На что ты ей сдался? Я вылечусь. Нет никакого спасательного отряда, Абель. Зато есть очень злые дети, которые хотят тебя убить. Скажи, где наши друзья, и будет тебе милосердие. Лили никогда их не отдаст. Мы пришли только ради бойцов. И Йонатан, и я, в обмену трёх сопляков, которые едва могут держать оружие. Тут даже тупо рыбарки у меня всё ясно. Мы обязательно вернём. Вы даже не представляете, что там творится. Это настоящая бойня. Общины воюют друг с другом от Ричмана до самого побережья. Там, в Дельте, мы воюем с совершенно долбанутыми отморозками, по сравнению с которыми я, святой. Нам нужны люди, чтобы с ними сражаться. Солдаты, которые подчиняются нашим приказам. Плевала я на вашу войну. Покорана его бить. К чёрту вашу войну, и вашу странную Дельту. Думаешь, нам нравится устраивать эти набеги? Наш дом в опасности. Хороший дом, надёжный. Я намного готов, чтобы его защитить. Может, ты поймёшь. Я намного готов, чтобы вернуть друзей, так что в хоре тратить моё время. Ладно. Передний карман. Там все ответы. Надеюсь, он не древый. Прочти. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копыта глубокий разрез, и который жуёт жвашку. Ешьте. Это какой-то шевр? Нет, блин. Книга Левит. Я надеялся, что выйдет какая-нибудь пафосная дурь, типа поставь другую щёку. Ты Библию куришь? Ну давай. Сама она не раскурается. Хочешь знать, где твои друзья? Сигаретка прочистит мне мозги. Эй, мне даже не дали выбора, дать ему сигарету или нет. А, понятно. Помоги мне вспомнить. Например, куда пошла Лили. Отучи сигарету. Дать ему закурить. И обжечь его. Давайте так. Последний шанс ему даю. Если он после этого не пойдёт навстречу, то... Тебе хана, Абель. Вот. Это божественно. Слушай, ты не откинься тут. Да ну нафиг. Чё с тобой? Как много крови. О, блин. Это... Это плохо. Ну так-то да, парень. Слушай, скажи уже. Он умрёт, да? Мы можем его залатать. У нас есть лекарство. Мы всё ещё можем его залатать. Не сейчас. Когда ты столкнул меня с балкона, у меня внутри, кажется, что-то лопнуло. Лекарства тут не помогут. Чёрт. Чёрт. Никогда не хотел, чтобы всё так закончилось. Всё вышли из-под контроля. Всё. Блин, ну... Мне его жаль, реально. А теперь смотрите, в какую чмой он превратился. Он обратится? Нет. Он обратится, Эйджей. Всё. Всё. Всю свою жизнь я доверял только своим рукам и силе воле. Когда собственное тело против меня подчиняет меня. Я расскажу тебе, Лили. Обещайте, что не дадите мне превратиться. Блин, мне его реально жалко стало. Даю слово. Если не будешь врать, я тебя добью. Велосердие. Ладно, у нас есть лодка. Пристали в паре километров с западу отсюда, к старому рыбацкому причалу. Ваши друзья в той лодке. Ну, получили, что хотели. Пожалуйста, не дайте мне стать одним из них. Ты хочешь сейчас это сделать? Пожалуйста, я не хочу. Блин. Прости, Абель. Ну, я не хотел тебя так колещить. Ты вроде нормально подошёл, попросил похавать дать. Не угрожал сильно. Не так. Я хочу сохранить лицо. Ну и как? Я хочу говорить, чтобы ты это увидел. Ты не обязан смотреть. Не нужно тебе на это смотреть. Я хочу смотреть. Блин, Айджей, ты чё, с ума сошёл? Серьёзно? Прицельтесь, используйте РС и одновременно нажмите РТ. И что, должен его заколоть? Мне же надо повредить мозг. Блин, Абель. Последний раз, прости, но... Придётся мне это сделать, ты сам попросил. На этом моменте особо восприимчивых попрошу отвернуться. Поехали. Твою мать. Жесткач. По крайней мере, он больше никому не навредит. И Джей берёт с вас пример. Вы показали ему, что порой смерть – это милость. Блин. Прости. Серьёзно жалко его. Пойдём. Пора искать лодку. Тебе ж самому больно было, парень, зачем? Надо было просто застрелиться. Эй, Джей. Мне кажется, он зря на это смотрел. Блин, бешеный парень. Мне кажется, он шмальнёт сразу, как только увидит кого-то. Зря мы его взяли. Найдём лодку и придумаем, как на неё пробраться. Да. Надеюсь, в этот раз Тэн не обозрётся. Успокойся. Тэн не виноват. Виноват. Митч мертв, потому что он… Давай, скажи ещё что-нибудь про Тэна. Ну, давай же. Нифига себе малой. Ребята, смотрите. Опа. Он не соврал. Она на ходу. Булькает. Плавает. Видно кого-нибудь. Видишь что-нибудь? Пляж. Лодка. И деревянная дорога над водой. Это называется мост. А, это называется причал. Причал. Ладно, давайте разделимся и осмотримся. Не высовывайтесь. Вообще-то она сказала пир. А пир переводить не надо. Понаблюдайте за рейдерами. Так, а кто из вас рейдер? Ты? Ты? Или ты? Где Энджей? А, вон он. А как я наблюдать-то буду за ними? Ёлки. Нет, не буду пока подходить. Может быть что-то найду интересное. Но мне кажется, здесь интересного ничего не будет. Хотя куда-то пройти мне дают. Но всё равно здесь ничего интересного нет. Пойдём попробуем подойти. Опа. Опа. Кроличья лапка. Это то, что мне нужно сейчас. Умар раньше носил с собой кроличью лапку. Ты думаешь, заберём с собой. Отдадим позже, после того, как спасём его. Блин, а больше ничего интересного нету под ногами. Нет ничего интересного я не нашёл, поэтому пойдём болтать с ребятами. Поговорить с Эйджием. Дай пинок, парень. Нашёл что-нибудь? У них есть лошади. Дай гляну. Так, у них есть факелы. Это очень страшно. Это что, факелы? Думаю, да. Вот и доступный огонь. Где-то лошадей увидел. А он реально. Если поджечь сено, то мы и внимание привлечём, и лошадей испугаем. Так было бы проще пробраться на лодку. Подожди, дай я осмотрюсь. Если освободим этих лошадей, их будет сложнее нас догнать. Эй. Эй, я ещё не досмотрел. Эйджей. Эйджей. Блин. Вайлетт, давай с тобой поговорим. Ты уже видел эту лодку? Нет. Марлин держал нас в безопасной зоне. Пир, где стоит лодка, наш единственный путь туда и обратно. Посмотрим, что там ещё. Так, у них есть раз, два. Рулевая рубка. Пока я только двоих увидел. Третий, четвёртый. Блин, сколько у них людей-то. Напрямую нам туда не пройти, наверное. Ну, я так полагаю. Но если доплыть до туда, попробовать через вход зайти. Я вижу вход. Я тоже его видела. Кажется, на другой стороне есть ещё одна дверь. Сверху у закрытых дверей есть маленькая щель. Мы с Эйджей и я знаем, как их использовать. Окей. Так, что тут ещё интересного? Рулевая рубка. Не вижу ни одного места, где можно держать пленных. Они наверняка в трюме. Нужно было спросить Абеля. Когда он говорил про лодку, я и не думал, что она такая здоровая. Так, но они, скорее всего, где-то в трюме реально. В самом-самом внизу. В рейдере. Несколько на полу, и парочка на причале. Внутри может быть больше. И с оружием у них полный порядок. Это, получается, их основной лагерь? Или это временный? Стоп, я вижу Луиса. Абель не собрал. Мы на месте. Я же говорил, что он хороший парень. Так, что у нас осталось? А, причал? Причал даст хорошее укрытие. Если будем осторожны, нас не заметят. Серьёзно, мы пойдём напрямую. Дорога. Не представляю, как добраться до лодки незамеченными. Тут нужен чертовски мощный, отвлекающий манёвр. Ходячий, говорит. Вот тебе и манёвр. А чем они стреляют? Арбалет. Кайфово. Нам бы как-то заманить ходячих на пляж. Может, это не так уж и сложно. Но мы уже решили, лошадей можно использовать ходячих в качестве, отвлекающего манёвра. Нет, мы уже решили действовать через лошадей. Поговорить с Вилли. Есть что-то полезное? Хоже на стройматериал, не мебель. Наверное, с вокзала. И что там? Так, ходячий. Ещё один факел. Огонь нам может пригодиться. О, да. Конечно, блин, рад всех спалить здесь. Осмотреть шлюпки. Они грузят припасы на плоты. На плоту. Я могла отвязать их, отогнать вниз по течению. Можем сжечь и отцепить их. Хм. Это тоже идея. Так, взглянуть на припасы. Местовое железо, дерево. И немало. Похоже на добычу. Окей. Но пока я придерживаюсь плана с лошадьми. Надо смываться, пока нас не заметили. Обсудим план где-нибудь безопасности. Мне кажется, с лошадьми очень даже неплохой план. Ходячих они перестреляют. Какой у нас план? Так, на причале и на лодке есть охрана. Всех мы разум не осилим. Все, что нам остается, это от лечих и пробраться на борт. Нужно сжечь их барахло. Может заработать. Сожжем все их припасы или хотя бы сено, чтобы они за... Не успел прочитать. Руби бы лошади понравились, а я бы украл припасы. Сожжем сено. Припасы мы можем оставить себе. Припасы украдем, а сено подожжем, чтобы их отвлечь. Если собираешься гравить платы, будь осторожен. По другому не умею. Огонь влечет рейдеров от лодки, а мы в это время прокрадемся к причалу. Но на причале же нет укрытий. Помнишь того парня, про которого я тебе рассказывал, о Джеймсе? Как ты использовал ходячих, чтобы спасти нас от лилии Габеля? Может, сможем убедить его помочь нам еще раз? Если мы сумеем привезти достаточно большую толпу на берег, то сможем незаметно с ней смешаться. Интересно, где ты его найдешь? Отлично. А когда все вернемся домой, то что? Ну, в смысле, рейдеры же все равно придут за нами. Что тогда будем делать? Кто там? Прячемся, быстро! Ну, это, походу, один из рейдеров что-то делает. Колотит кого-то. Что? Отошли, и все, и дальше разговаривайте. Рейдеры должны быть, оставайтесь здесь, я попробую разузнать у них что-нибудь полезное. У кого у них? У рейдеров? Ты что, прикалываешься к ней пойти? Мне кажется, рано нападать. Допросить рейдера. Давай, попробуем. Бросай. Это она так дышит? Давай так, сколько там рейдеров? Сколько у вас там? Кого у нас? Говори. Не умничай, блин, отвечай на вопрос. Восемь. Всего восемь. Ты не врешь? Клементина, стой! Ну, зачем ты отвлекаешь меня? Это... Минни? Это сестра Тене? Серьезно? Она жива? А, вы же эти самые... Поняли, да? После нападения я не знала. Но говорили, что половину вашей школы сожгли. Кто выжил? Руби, Митч, Броди, Тен? А ты не хотела попробовать дойти до школы? Руби и Тен, Митч нет. И Броди... А, умерла. Как там сапоги Тена? Держатся? Его сапоги? Они такие старые, что дырекли их больше, чем резины. Когда мы виделись в последний раз, я замотала их скотчем, но это было давно. В порядке его сапоги. Ты Клементина? Ты возглавила их после смерти Марлона? Странно. Мне казалось, что они скорее доверятся одному из своих. Да. Да, теперь я главная. Да, охренительно из тебя получилось. Главное, что, прости? Ты чё нарываешься? Аббит решил, что может уболтать Марлона, дать им всех остальных. Им же слили уже разок. Удалось когда-то давно. Но ты всё испортила. В смысле? Какого хрена? Он отдал тебя и Софи. Да, и мы это пережили. Марлон бы, в отличие от тебя, не заставлял сражаться. Он бы не отдал никому погибнуть. Минни, ты ошибаешься. Ты меня защищала. Да. И теперь там так много людей, которые умерли. Он бы не отдал никому погибнуть. Да, он убил Броди. Что? Что? Чё, шарашил я тебя? Не знаешь, не болтай. Где Софи? Она жива? Она погибла, защищая Дельдо. Погибла как герой. То есть одна из сестёр всё-таки погибла. Как герой? Боже, да ты. Минерва. Чёрт. Валим. Интересно, она выдаст нас. Рокингем! Заканчивай и возвращайся. Хочу быть на месте ещё до заката. Давай, вали отсюда. Есть, мэм. Есть, мэм. Как она быстро отказалась от своих идеалов, от жизни в школе. Могла бы просто вернуться, наверное. Вот сейчас спокойно стоит одна. Взяла топор и убежала. Она решила остаться с ними. Родка уходит в Дельту через два дня. Потом пройдёт пара недель, мы вернёмся за всеми вами. И когда это случится, не сопротивляйтесь. Единственный способ спасти ваших, дать нам их забрать. У вас всего восемь. Я серьёзно, не пытайтесь сопротивляться. Ещё не поздно пойти с нами. Ещё не поздно, мэм. Ты ещё можешь вернуться с нами в школу. Нет, не могу. Почему? Ты одна. Софи погибла. Куда ты? У тебя брат остался, дура. Подружка вон твоя стоит. Согласись, да, дурочка какая-то? Ты в порядке? Всё нормально. Мы собираемся пробраться на лодку и спасти друзей. И ничто этого не изменит. Окей, ясно бы согласен. Вы все идите домой, начинаете готовиться и ведёте остальных в курс дела. Всех, кроме Дэна. Я тебя предупреждал. Так, хватит вы оба. Мы с Эйджейм пойдём искать Джеймса. Гуд лок. Гуд лок. Удачи. Мне кажется, Эйджей его загасит как-нибудь. Ну а на этой интересной ноте я думаю закончить эту серию. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...